Всем привет! С вами я, Татьяна Шадрина, а вы у меня на канале Время Шить. Сегодня необычная обстановка. Я сегодня нахожусь за городом, в доме у своих родственников. Здесь собирается большая наша семья, родители, сёстры, братья, наши дедушки, наши дети, всей большой дружной семьёй. Мы здесь и будем новогодние праздники встречать, и мы здесь проводим обычно свой досуг. Это Лео наш, Хаски. И сегодня, как нельзя кстати, я хочу сделать видеообзор журнала Burda Home. Как раз поговорим о домашней одежде, о той одежде, в которой мы живём, наслаждаемся жизнью. И я, кстати, вот сейчас перед вами стою в своём тёплом спортивном костюме, который я недавно шила и показала на канале. Вот футер трёхнитка с начёсом. Не скажу, что сейчас тепло, я не стала надевать жилет, но я стою уже некоторое время при температуре минус, сколько здесь, 17 градусов, ветра нет, и в принципе нормально. Если вот я ещё надену сверху жилет, то в нём можно вот двигаться, жить хорошо. И под низ надеть, например, тонкую водолазку. Это я так вот к вопросу о том, на какую температуру рассчитан этот костюм. Ну что, не будем больше тянуть время, и с вами начнём сейчас листать этот журнал, но уже, правда, зайдём в дом и всё подробно рассмотрим. Ну что, начинаем листать на журнал Burda Home. Хочу пару слов сказать о самом журнале, что это нерегулярный. Кто-то говорит, а что в следующем номере, уже слышала такие отзывы. И не факт, что вообще он будет в следующий номер именно Home. Но можем надеяться. Вот честно говоря, я не знаю. Для меня это выглядит так, что Burda Home – это журнал из серии таких же сборников, как, например, Burda Юбки, Burda Блузки и так далее. Вот Burda Home. Выкройки для домашней одежды. Уже говорила где-то, что размеры здесь 32-50 европейские, то есть российские размеры, прибавляем 6. Это от 38 до 56 размера. И ещё, о да, здесь выкройки повторяются из всех регулярных выпусков журнала Burda, но они растянуты, как бы сконструированы на всю размерную линейку. И это огромное достижение Burda, и за это ей огромное спасибо. Листаем. Как всегда, начинаем со странички технических рисунков. Вы можете нажать на стоп и посмотреть внимательно, что у нас здесь есть в журнале. Что мы здесь можем увидеть? Ну, во-первых, из всего многообразия домашней одежды мне сразу не хватает, знаете чего, сорочек каких-то, ночных рубашечек, не хватает пижамки, вот этого. Но, с другой стороны, есть у них пижама, знаете какая, вот она у них какая пижама, брючки и вот с такой рубашечкой. С другой стороны, можно ещё нафантазировать самим пижамку. Вот это будут шорты атласные, и, например, вы можете сшить верхнюю, ну вот по выкройке вот такой, или вот по этой выкройке, там типа футболки или какой-то просто рубашечки такой. Ну, в общем, простые модели. Что ещё хочу сказать, что да-да-да, простые модели простого кроя, и в основном это модели из трикотажа. Не трикотажные модели, у них только вот это шорты из шёлковой ткани, банный халат, причём это мужской банный халат. Но, между нами говоря, можно и женщинам шить по этой же выкройке, они одинаково шьются. Все остальные ткани, вернее модели, шьются из трикотажа. Вы уже наверняка посмотрели, как и есть, конечно, повторяющиеся выкройки. Например, вот этот свитшот и верх комбинезона, это фактически одна и та же выкройка, один и тот же крой. Хотя нет, вот здесь вот смотрите, как капюшон по-разному сшит, капюшон по-разному, и линии реглана разные. Ох, я беру свои слова обратно. Этот крой похож, но немножко другой. Линия реглана, смотрю, по-другому расположена, чем здесь. Ну вот, мне так показалось. Что ещё хочется сказать? Брюки свободные есть, вот они, два варианта. И обтягивающие леггинсы. Про свитшоты мы поговорили с вами. Можно относиться к этим моделям вообще, как к выкройкам базы. Если вы не покупаете каждый месяц регулярные выкройки, регулярные журналы Burda Burda Style сейчас, можно взять вот этот журнал и на его основе сшить очень много вещей разнообразных на весну, на лето, подвергать их лёгкому моделированию и получать массу разных вещей. Я бы, например, рассматривала вот эту выкройку как выкройку-основу для трикотажа. Она прекрасна в этой роли. Выкройка-основу для трикотажа леггинсы. Можно по ним шить велосипедки. Но это я ещё там проговорю внутри. По этой выкройке можно шить платье, платье-футболки, платье-водолазки, просто футболки. Какие-то маечки без рукавов, если делать. То есть вот лёгком моделированию подвергать очень просто вот эту вещь. Вот эту выкройку-основу. Ну, кстати, в этой же роли и вот такая выкройка, только она более свободна. Более свободна на фигуре. Ну, в общем, как и все простые, вернее, как и все модели простого кроя, они могут использоваться в качестве основы для моделирования. Ну что, уже пошли смотреть-смотреть-смотреть модельки. Перелистываем. На этой страничке леггинсы давайте их рассмотрим подробнее. Конечно, леггинсы можно сшить и методом имитации кроя. Я как-то предлагала летом в видео, как это просто и легко сделать. Но с другой стороны, можно однажды переснять вот такую выкройку и по ней сшить массу-массу разных вещей. Она у вас будет выкройка на всю жизнь, можно сказать. Смотрите, это леггинсы. У них нет бокового шва вот здесь, только внутренние швы. Это узкие по ноге облегающие. Вы можете чуть-чуть расширить, сделать пошире внизу. Это будут такие летние уже, как брючки трикотажные. Можно промерить, насколько они узкие или широкие в районе колена. От талии найти уровень колена, измерить вот здесь расстояние и сделать, может быть, чуть-чуть посвободнее, не возбраняется. Или наоборот, более обтягивающе сделать. Леггинсы можно сделать для занятий спортом. Сейчас очень распространено, когда их моделируют. Например, разные вот такие разрезы, какие-то вставки. Пожалуйста, покупаем бифлекс и шьем, например, двух-трех цветов с сеточкой. Комбинируем. Я знаю, причем спортивные, подобные леггинсы, они стоят достаточно дорого. И с другой стороны, шьются очень легко. Сейчас бытовые швейные машины с ними справляются. Поэтому я вот вам дала наметку, как бы. Пробуйте, шейте. Не только для дома, но и для занятий спортом. И смотрите, что еще. Вы можете их укоротить, например. Сделать вот такими укороченным получится велосипедки. Вы можете их укоротить до такого состояния. Получится шорты, сшить комплект футболка с такими укороченными шортами. Это в прошлое лето, по-моему, очень многие так носили. Из кулирки сшили прям варианты городской прогулочной. Вы можете их укоротить вот до такого состояния. Это получится у вас как эффект таких трусиков, шортиков, белье. То есть покороче сделать вот здесь, покороче вот здесь. И вот вам, по-моему, пан, как-то называются трусики такие, шортиками. Вот вам, пожалуйста, столько идей накидала. Плюсы вы можете сшить по ним такую, как купальник, например, купальные трусики. Вот прям. Поэтому прекрасная выкройка. Я рада, что такая база для разных фантазийных работ. Вот у нас теперь будет с вами. На этой страничке пулловер с вырезом качели на спине. Как он устроен? Сейчас мы перелеснем страничку и увидим. Но пока предварительно вот что скажу. Что пулловер, у которого два слоя. Внешний слой сделан из прозрачного трикотажа светящегося. А нижний слой сделан из непрозрачного трикотажа. И на спинке из прозрачного вот такая еще накидка в форме, в общем, вырез в форме качели. Вот сейчас увидим на фотографии, вы поймете, что это непростая модель, а смотрится очень эффектно. Вот давайте смотреть. Вот она эта водолазка или пулловер. Нижний слой у него какой-то там темненький. И вот светлый. Кстати, почему-то не показали этот вырез качели со спины. Со спины он смотрится интересно. Листаем дальше. На этом развороте анорак с укороченными рукавами. Давайте посмотрим. Выкройка интересная. Конечно, она уже публиковалась в Бурде. Кто-то уже сшил для себя модели. Но, повторюсь, не на весь размерный ряд. Кто же дал на свой размерчик, я, например, может быть, я даже и сошью такую штуку. Посмотрите, как она выглядит. Во-первых, цельнокроенный рукав. Укороченный. По спинке есть вот такие складки. Вот здесь на фотографии видно, что прям такие складки, как будто мешочек по спинке. В районе горловины сборки и впереди, и по спинке есть капюшон. Капюшон из двух деталей состоит. Иногда бывают капюшоны со средней деталью, здесь из двух деталей. Капюшон на завязках, ну, внизу манжеты, на рукавах, по низу рукавов манжеты, по низу самого этого анорака манжеты. Мне кажется, прекрасная модель для дома. Давайте смотреть на этой страничке, что у нас есть. Здесь у нас пуловер с вырезом лодочкой. Да, очень такая существенная широкая лодочка. И это, кстати, тоже интересная изюминка такого пуловера, потому что он может съезжать на одно плечо запросто. Вот посмотрите, какое укороченное плечико остается. Но вы можете контролировать этот процесс, настолько ли широкий вырез вам нужен, поэтому подумайте. Прежде чем вырезать, горловину самооформлять. И еще другой момент, он скроен достаточно так плотно по фигуре. Вот видите, как прямо в районе талии приталено. Тоже подумайте, насколько для вас это актуально. Может быть, есть смысл просто спрямить вот так боковые швы и из трикотажа для дома сделать не облегающие. В общем, это опционально. Вот я что хочу сказать. Давайте смотреть на этой страничке. Свободный кардиган с окантованными краями. Вот такой необычный кардиган. Когда вы увидите крой, поймете, что он состоит просто из двух прямоугольников. Вернее, прямоугольника и квадрата. То есть, крой примитивный и простецкий. Но смотрится он действительно интересно. Края обработаны просто сложены пополам бейкой, скажем. Или даже в подгибку можно вот этот край обработать. Пришить манжеты в нужных местах. Вот вам и кардиганчик. Дома, как накидка, смотрится превосходно. Можно выбрать интересную ткань. Такую, чтобы акцентная была. Мне кажется, вполне можно шить для утепления, для уюта. Закутаться в него. Прекрасная модель. Шейте, он смотрится действительно необычно. Шелковые шорты с завязкой в поясе. Прекрасные шорты. Кто их носит, пожалуйста. И, кстати, я говорила, что нет у нас выкроек пижамки. Так можно сказать, пофантазируем, что пижамку-то можно вот из чего сделать. Вот они нам шортики. И выбрать любой пуловер, как выкроечку, вверх и добавить ее. Вот вам получится пижамка. Шортики готовы. Добавили вверх. И получается удобная одежда еще. Вот давайте посмотрим, как мило они смотрятся в кадре. Кто-то скажет, конечно, хотелось бы еще и вот такой лифт, топ. Можем, кстати, смоделировать такой топ из какой-нибудь легкой блузки. Ну, посмотрим. Если, кстати, вам хочется, можете написать в комментариях. Вот такая у нас красивая домашняя одежка, одежда. В выкройке предлагаются шорты из шелковой ткани. Но никто нам не запрещает шить эти шорты из другой ткани. У меня сейчас девчата шили пижамки домашние из сатина, плательный сатин. И это, я вам скажу, очень классно смотрится и очень уютно. Я специально разговаривала, говорю, насколько это комфортно в движении, во сне. Девчата говорят, что прямо классно. Так что имейте в виду. Ну, и с другой стороны, если вы хотите шить трикотажные шорты, то тоже можно воспользоваться выкройкой. Она будет выкройкой немножко свободной для трикотажных. То есть, трикотажные шорты получатся достаточно свободной, потому что они растягиваются. Можете брать смело на размер меньше. Ну, вот, по крайней мере, выкройка есть. На этой страничке укороченный пуловер с воротником стойкой. Ну, прекрасный пуловер или пуловер. Я, кстати, видела его... Он был в линейке стандартных размеров и сожалела, что нет его для плюсиков. Ну, а теперь, пожалуйста, он есть до 56-го размера. Я думаю, что я его для себя сошью, увеличив на один размер. И причем носить я его, предполагаю, не как домашнюю одежду, а как одежду для... Ну, как просто одежду. И хотела, может быть, даже подумаю, может быть, я платье сошью по этой выкройке. Предлагаю вам пофантазировать, воспользоваться этой выкройкой. Может быть, не только для дома. Мне чем нравится еще эта идея... Посмотрите, вот эти детали, которые на плечах, они смотрятся как-то погончики. Их можно сделать из контрастной ткани по цвету. Особенно вот почему я... Я сожалела, почему для меня привлекательен такой крой. Потому что тем, у кого покатые плечи, акцент в районе плеч делать очень выгодно. Для компенсации, как бы для гармонизации фигуры. Поэтому я бы их, например, сделала из контрастной, более темной ткани, акцентной такой. Ну, вот вам тоже идея. Наверняка есть еще такие товарищи, как и я, с покатыми плечами. Это вот нам то, что доктор прописал. Ну, а для плюсиков я бы еще какую-то такую вертикальную акцентную линию сделала. Может быть, там 2-3 защипчика. Вот так. И получается прекрасный пуловер. Или пуловер. Ну, вообще, конечно, эти модели пока все шьются достаточно легко. Вот журнал сам же предлагает идею, как можно скомбинировать выкройку. Вернее, скомбинировать этот пуловер из разных тканей. Вот посмотрите, какая-то ткань с узором и однотонная ткань. Мне кажется, тоже это интересно. Листаем дальше. На этой страничке длинный кардиган с шалевым воротником. Выкройка просто хорошая, удачная. Конечно, шить такой кардиган стоит из тонкой ткани, струящейся. Ну, вполне подходит тоже одежда такая для дома и, я бы сказала, для casual формата. Я подобный кардиган ищу достаточно регулярно. Так что, вот вам хорошая выкройка на весь размерный ряд. Давайте глянем, как выглядит кардиган в реальности. Вот такая удлиненная накидочка получается с длинными рукавами. На прохладные дни отличный вариант. А здесь Бурда предлагает такой интересный органайзер подвесной. Тем, кто увлекается вязанием, не знаю, для тех, кто увлекается шитьем, подходит или нет. Ну, по крайней мере, есть идея. Пижамный пуловер, присборенный на талии. Вот такой интересный. Наверняка дальше, наверное, будут еще какие-то пижамные брюки. Ну, по крайней мере, вот такая пижамочка для нас. Для этого пуловера предлагаются трикотажные ткани. То есть, это будет комфортная, растяжимая вещичка. Крой тоже в современном духе. Посмотрите, немножко спущенное плечо. Рукавчик без сборки. Очень актуальная модель. Можно сделать его не обязательно приталенным. Можно сделать свободный. В общем, базовая выкройка трикотажной такой штуковины. Можно шить по этой выкройке потом летом и футболки, кстати. И платье, платье-водолазку можно шить. А на этой страничке пижамные брюки. К ним еще приделали вот такие оборочки по низу. Все это точно так же шьется из трикотажа, из тонкого. Вполне подойдет. Кулирка для такой пижамки. Пробуйте. Посмотрите, здесь идут кармашки с подрезными бачками. Кулиска в поясе. Смотрится довольно-таки интересно. Вот посмотрите на девушке. Оборка по низу. Кулиска в поясе. А вот тот верхний пуловер заправлен внутрь. На этом развороте маска для сна. Да, есть любители этих масок. Я лично как-то не сжилась с ними. Но я знаю, что абсолютно точно, что некоторые девушки используют их. Особенно если кто-то есть в помещении, с кем приходится делить пространство. Или в дороге, в путешествиях. Очень пригождается такая штука. На этом развороте предлагается выкройка мужского халата. Мужской банный халат. Халат как халат. Но хорошо, что вот в этом сборнике все это есть. Вот как это выглядит в готовом виде. Посмотрите. Скроен он, сшит он из махрового полотна. Очень уютно. На этой страничке нам предлагают сшить грелку для грелки. Трикотажный чехол для грелки. На этом развороте нам предлагают сшить мужской анорак с карманом кенгуру. Размерный ряд. Ряд полномерный. С 44 по 60 размер. Так что те, кто обычно переживал, что нет одежды на крупных мужчин, вот вам, пожалуйста. Тем более я вам показала, как можно менять выкройку на 1-2 размера. Так что вот вам еще и на 60-60. Двене 62-64 даже можно размер легко увеличить вот этот анорак. Идем дальше. Посмотрите, разве не прекрасно выглядит этот анорак? Многие мужчины оценят. На этой страничке предлагаются широкие с брюки с присборенным поясом. Ну, кто-то скажет, что это такая спорная деталь. Подходит, не подходит. Попробуйте. Тем, у кого выраженная талия, вполне-вполне можно такой пояс себе позволить. Шьется длинная труба и делаются сборки по бокам. Широкий пояс, но он добавляет определенного уюта. Стоит ли делать такой пояс? Конечно, эта ткань должна быть достаточно тонкая, легкая, пластичная. Но это интересная деталь. Тем, у кого выраженная талия, это точно не возбраняется. А тем, у кого есть животик, можно попробовать, потому что из тонкой ткани такая драпировка неплохо скрывает, как камуфлирует зону животика талии. И носить такие пояса будет хорошо, например, с накидками, с кардиганами, потому что зона талии, вот как ни странно, на ней не делается акцента, а она как бы растворяется, плавно переходит в лиф. И получается, что зона талии не делит контрастный живот поперек. И получается, знаете, как выглядит, как будто удлинились ноги, если это зона, вот эта деталь выполнена из цвета брюк. Сразу не откидывайте, как неподходящий вариант, а представьте и попробуйте. Есть здесь такие вот нюансики, которые украшают фигуру даже плюсиков. Вот смотрите, как выглядят эти брючки в реальности. Длинные, широкие, свободные. И вверху вот такой пояс. Если бы была тонкая резинка, она бы контрастно делила все поперек, а так вот эта зона немножечко как бы переходит на лиф. Удлиняются ножки. Кулловер в пастельных тонах. Очень красивый, оформлен колорблокинг. Посмотрите, какой. Свободные свитшоты можно сделать, если удлинить, например, рукава. Или даже можно платьем это сделать. Фантазируйте. Два сочетающиеся между собой оттенка, и вот вам такой крой. Мне нравится. Очень свободный, очень широкий, стильный. На этой страничке комбинезон. Говорят, что унисекс с капюшоном. Один вариант приталенный, скорее для девушки подходящий, подходит. А второй вариант неприталенный. Вот этот капюшон, я вот любитель капюшонов со средней вставкой. Они более кругленько лежат на голове. Прекрасная модель. Те, кто любят комбинезоны и хотел давно сшить подобные, шейте. Вот вам выкройка. Причем выкройка дана на весь размерный ряд. Чему стоит порадоваться. Выкройка предлагается для тканей трикотажных. То есть, она такая свободная, но рассчитана на то, что ткань может потягиваться. В комбинезоне в этом точно будет уютно и комфортно. Модель на девушке, модель на юноше. Показали еще вариант комбинирования разных тканей. Тоже неплохо смотрится. Карман кенгуру в районе живота. Очень практично. Я встречала мужчин. У меня есть молодые мужчины рядом. Кто обожают ходить в подобных комбинезонах. Но просто обожают. Так что имейте в виду, девушки, чем можно порадовать своего близкого мужчину. Сшить вот такой шикарный комбинезон. На этой страничке предлагается сшить тапочки. В разноцветную полосочку. Как правило, из остатков ткани мы не знаем, что сделать. А вот вам, пожалуйста, шьем тапочки. Честно говоря, я еще ни разу в жизни не сшила ни одних тапочек. Может, пришло время попробовать. Ну, может быть, и даже попробую. Напишите в комментариях, хотели бы пошить вместе со мной эти тапочки. Я, может быть, даже сниму видео. Хотя их много-много в доступности. Так что шейте из остатков ткани. Утилизируйте. И получатся уютные домашние такие-то подтюшки. Еще одна модель для дома. Это такой пуловер со вставкой. Весь пуловер сшит из трикотажика. А вот эта вставка с атласной планкой и завязками. Из контрастной ткани, скользкой. Ну, как украшение детали. Шьется все легко, несложно. Для дома это будет уютно. Очень много серых вещей. Наверное, это такой, не знаю, в бурде тренд. Или с серой самый нейтральный оттенок. Вот посмотрите, вот эта атласная вставка с завязкой. И завязка еще по талии. Вот такой пуловер для дома. Ну что, мы с вами закончили смотреть этот, листать журнал, бурдахом. Какие выводы я для себя сделала? В журнале практически почти все модели, кроме халата, пожалуй, предлагаются для трикотажной ткани. И вот чего обычно не хватает нам в бурде. Я сталкивалась с таким мнением уже, что и сама, что обычно для простых трикотажных вещей нам нет выкройек в бурде. А вот вам, пожалуйста, и на весь размерный ряд. Я думаю, что такой журнал стоит купить и просто хранить у себя в коллекции дома. Потому что на основании этих выкройек вы сможете шить такое огромное количество вещей. И спортивные костюмы, и пижамки, и футболки летом, и какие-то платья домашние, платья-футболки, платья-водолазки. На основе этого кроя все это легко можно шить. Ну и повторю, наверное, в сотый раз за сегодня, что это на полный размерный ряд, до 56 размера. Нашего российского. И еще в немаловажный момент, что это все модели простого кроя. Что подборка, конечно же, донат для новичков. Это то, что доктор прописал. Собака у меня бегает вот рядом. Просто огромное удовольствие. Обожаю ездить на дачу к своим родственникам. День декабрьский короткий, и уже начало темнать. Поэтому концовку вышли записывать опять на улицу. Мы тут продолжаем позировать вдвоем с псом. Ему вообще морозы нипочем. Зима, холода только в радость, потому что такая шерсть, такая шкура. Категорически не любит одиночество. Очень грустит, просто эмоционально показывает, демонстрирует. Не любит оставаться один. Лео активный, устойчивый, веселый, компанейский. Ну, конечно, он всех любит. Любвеобильный наш пёс. Он же хорошая собака такая. Такая хорошая собака такая. Такая хорошая собака. На этом всё. С вами была я, Татьяна Шадрина. Вы были у меня на канале Время Шить. Ставьте лайки, кто не поставил. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Для меня это важно. Я занимаюсь продвижением канала. Всем пока-пока. И до встречи в комментариях внизу. До свидания.